Крым И действительно, знаете, меняться что-то началось. Есть в Крыму такая дача, так называемая дача Ахметова. Ну, это украинского олигарха Ахметова. Когда она была его, он, конечно, отгородил всю эту территорию пляжную, которая прилегала к его дому. И туда обыкновенный человек зайти не мог. Вот, допустим, соседи, которые в пансионате Парковой жили, туда пройти не могли. Ну, конечно, барин отдыхает, но зачем ему вот эти граждане, которые будут портить ему отдых? Пришла Россия, дачу национализировали, все заборы, которые мешали пройти на пляж, убрали. Теперь любой человек мог пройти на пляж и искупаться. Ну, это же замечательно, это же прекрасно просто. Понимаете, все для людей, как говорится. Ну, только вот недолго люди радовались. Через пять лет, в девятнадцатом году, не только новые уже барья, российские барья, не только забором перекрыли весь пляж, но еще решили снести вот соседи. Это пансионат, апартаменты пансионата Паркового. А это примерно 7 гектар на берегу моря. Новым барьям они мешают. Вид, может быть, портят. А все началось с того, что землю, на которой стоит дача Ахметова, и вот эту землю, где находится пансионат Крымский Бриз, приобрел эколого-туристический центр Парковая, который является дочкой Газпром-добыча Оренбург. Газпром-добыча Оренбург, ну, то есть, это, в общем, структура Газпрома. Скорее всего, мы только предполагаем, что, возможно, вот эта земля им тоже понадобилась. И, в принципе, корпорация Газпром, не бедная корпорация, она могла бы выделить деньги и выкупить все. Допустим, как сделал Сбербанк, соседний, потому что буквально рядом стоит Мрия. Это пансионат Сбербанка. Им понравилась эта земля, они пришли, выкупили по выгодной цене у людей вот эту землю и построили там пансионат. Да, он дорогой, от 100 тысяч и выше. Но сделали-то они все красиво, все по-человечески. А тут-то почему так? Ведь я уверен, что Миллер не говорил такого, а давайте-ка мы сейчас не будем платить деньги вот этим, как его, гражданам, а выселим их, а еще заставим за свой счет, чтобы они вот эти апартаменты снесли свои. А там мы построим то, что нам хочется. Я уверен, что если там есть какой-то проект, а он, скорее всего, есть, деньги выделили. Но ушлые менеджеры решили, а зачем нам платить какие-то деньги, миллионы россиянам, выкупать вот эти вот апартаменты. А давайте мы пойдем каким-нибудь другим путем. Там и денег сэкономим. А эти россияне, которые там живут-то, они там за свой счет еще все это снесут. А мы премию получим. А на эту премию домик какой-нибудь прикупим. Где-нибудь в стране ЕС какой-нибудь. А то вдруг уголовное дело у них сегодня, завтра какое-нибудь о нас заведут. Надо же будет где-нибудь скрываться. Так вот, и судя по всему, решили вот эти вот менеджеры пойти вот этим вот окольным, непростым, но для них-то, в общем-то, выгодным путем. И вот в 19-м году все начинается. Администрация Ялта подает иск на заказчика строительства, фирму Гранта, которая вот была заказчиком всего вот этого пансионата Паркова, всех этих апартаментов. И просит снести вот эту вот высотку. Якобы там есть какие-то нарушения. То есть, смотрите, эколога, туристический центр Парковая, он не участвует. Он где-то в стране. Он просто владеет землями. Иск подает администрацию Ялты. Вот до этого момента все было хорошо. Ничего администрация Ялты не видела, ничего не беспокоила. А тут вдруг она что-то усмотрела, что там есть какие-то нарушения. И вот эту вот высотку она просит снести. По суду идет суд, компания фирмы Гранта отбивается как может. Отбивается она ровно до декабря 2020 года, когда у нее меняется владелец. Ее владельцем становится АО Парковая, которая вот так вот опосредованно тоже связана с Газпромом. Все, круг замкнулся. И компания Гранта, фирма Гранта уже перестает отбиваться в суде. Все признает. И здание вот эту вот высотку эту сносит. Вот сейчас там вот такая вот куча. Это, так сказать, первая ласточка. Все хорошо получилось. Проба пера. Следующий иск идет уже на весь пансионат Парковая. Чтобы все снести, причем за счет людей. Сначала администрация Яута подает иск, якобы это незаконная постройка. То есть строилось там несколько, там около 20 лет, и это незаконная постройка. Представляете? То есть нету документов разрешительных. Как тогда люди покупали? Как тогда велось строительство? Как такое вообще можно было построить? И никто не замечал. Тогда у вас что там? Процветает коррупция, что ли? Как это можно было не заметить? И вот сейчас идет судебное заседание. В суд приносятся всякие бумажки, что там опасность и землетрясение. И что там оползни могут быть. В общем, все это, что администрация Яута, конечно, ради людей старается, чтобы избежать трагедии. Но может оно действительно так? Может быть, вот если все отбросить, вот эту предыдущую историю с Газпромом, тогда вот возникает вопрос. Застройщик этого всего, то есть вот непосредственно кто строил? Это компания Консоль ЛТД. Это компания крупнейшая в Крыму. Застройщик, она много чего построила. И представляете, нигде таких проблем не было. Почему вдруг именно в этом месте, в этом красивейшем месте, на берегу Черного моря, вдруг среди вот этих земель, которые принадлежат эколого-туристическому центру Парковой, почему именно тут-то, нигде, ни в другом месте, наводят это на разные мысли? И если действительно вы считаете, что людям угрожает опасность, вы назначите судебную экспертизу, независимую судебную экспертизу. Пусть она скажет, действительно ли вот эта вот стена, она разрушается, которая все держит, вот эти все строения. Ключевой вопрос, будет ли назначена по делу судебная строительная техническая экспертиза, потому что только такая экспертиза может показать, кто прав, кто виноват. Если в рамках экспертизы будет доказано, что действительно объекты угрожают жизни и здоровью граждан, то тогда они подлежат сносу. Если же это доказано не будет, то тогда правы ответчики. Вот вся интрига процесса на сегодня в том, будет назначена такая экспертиза или нет. Пока суд колеблется, суд еще не принял даже решение по допросу специалистов, есть разные мнения, разные точки зрения по поводу судьбы этого объекта. Надеюсь, что все-таки процесс будет объективным, гласным, состязательным. Сейчас раздаются звонки, пишут сообщения, хотят по дешевке купить у людей квартиры. Ну, потому что уже прямо говорят, что все, надежды у вас никакой нету, что точно снесут, продайте сейчас хоть за какую-то цену, цену предлагают на 50-70% ниже рыночной, или вообще ничего не получите, причем еще заплатите за то, чтобы снести все это. Мне хочется обратиться к людям, от которого вообще зависит исход этого конфликта. Я думаю, что вы как-то найдете, может быть, общий язык с людьми. Вот когда мы спрашивали в 2014 году у жителей Крыма, как, что изменилось, мы уж явно не хотели слышать вот подобные вот такие вот истории. Мы, конечно же, будем следить за развитием событий. Я надеюсь, что суд примет справедливое решение, и людям не придется сносить свои дома за свой счет, и все будут счастливы жить в российском Крыму. Об исходе, о продолжении, чем все это закончится, мы, конечно, дополнительно расскажем еще. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok